14 лет и 11 месяцев колония общего режима такое наказание затребовало обвинение для Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства. Речь идет о событиях 26-летней давности. По версии следствия, Быков поручил устранить двух членов группировки, с которыми у него возник конфликт из-за денег. Неделю назад свой вердикт по этому делу вынесли присяжные заседатели четверо из шести. Посчитали, что Анатолий Быков виновен и не заслуживает снисхождения. Сегодня после прения сторон подсудимому предоставлено последнее слово и объявлен перерыв. Ожидается, что приговор будет оглашен уже завтра. Были допрошены свидетели со стороны защиты и состоялись прения. В прениях сторона гособвинения попросила суд не применять сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, сторона гособвинения ходатайствовала перед судом о вынесении частного постановления в адрес коллегии адвокатов в связи с допущенными с их стороны нарушениями законодательства, связанными с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей. Мы просили об оправдании. Мы просили, напомнили суду о том, что в нашем конкретном случае сроки давности являются не усмотрением суда, а обязанностью суда. Наш подзащитный вину по-прежнему не признает в преступлении, поэтому ничего другого сказать мы не могли. Продолжение следует...